Всем привет! Сегодня хотелось бы рассказать о бокс-моде Leef iStick TC на 100 ватт. Ссылочка будет в описании. Спасибо магазину Sigabyte за предоставленный образец. Вот и наступило то время, когда мы с вами можем за условных 25-30 долларов позволить приобрести себе бокс-мод на 100 ватт. После перепрошивки данный бокс-мод будет жарить на всех 120 ваттах. Таким образом выглядит коробка бокс-мода. Изменения она не претерпела по сравнению с предыдущими iStick'ами. Даже самый первый iStick на 20 ватт комплектовался именно в такой коробке. Здесь изображение самого бокс-мода. Производитель делает акцент на том, что бокс-мод можно будет прошить. Тем самым производитель будет постепенно улучшать функционал, добавлять какие-то новые фишки. Сейчас уже вышла прошивка на 120 ватт. И насколько я знаю, в далеком будущем обещали прошивку на 150 ватт. Здесь у нас iStick TC 100 ватт и официальный сайт компании LEAF. Здесь и LEAF. Три варианта расцветки. Черный, белый и серебряный. Опять и LEAF. Снизу у нас здесь описание. QR-код для проверки на подлинность. Штрих-код и сертификаты. Также здесь у нас есть перечисление комплектации. В комплекте micro-USB кабель длиной 1 метр, которого будет вполне себе достаточно. Также у нас в комплекте есть юзер-мануал, который так заметно потолстел. Оно и понятно. Функционала в бокс-моде добавилось. Есть о чем рассказать производителю. Здесь в том числе и русский язык. Сам бокс-мод выглядит таким образом. По сравнению с предыдущей версией на 100 ватт, бокс-мод стал немного компактнее. Хотя мне он больше напоминает iStick на 50 ватт. Возможно, за счет вот этих скругленных крышек боковых. И вот этого дисплея. Напоминает он мне iStick на 50 ватт. Сравним наш бокс-мод с бокс-модом от компании Elephone. Eleostar 80. Это бокс-мод на один аккумулятор. И разницы огромной такой я не вижу. Большой разницы между ними нет. Это у нас мех-мод VMW с обоум от компании Neweb. Это точная копия iStick на 20 ватт. Поэтому представим, что это и есть iStick на 20 ватт. И вот такая разница между этими двумя модами. В плане тактильных ощущений бокс-мод очень понравился. Он полностью скрывается в руке. О кнопке мы поговорим чуть позже. Модом вполне реально пользоваться на постоянку, на каждый день. Высота бокс-мода 94 мм. Ширина 52 мм. И толщина 23 мм. Без аккумуляторов бокс-мод весит 183,5 грамма. И с двумя аккумуляторами формата 18650 бокс-мод у нас будет весить ровно 272 грамма. Таким образом бокс-мод выглядит с дрипкой Petri. Клон с Fastec. Накрутим дрипочку Kennedy. Также накрутим обслуживаемый атомайзер SXK Vine. Характеристики данного бокс-мода я выведу на экран. Кому интересно, можно поставить на паузу. Данный бокс-мод выполнен из алюминия. Присутствуют различные защиты от короткого замыкания, переразряда, перезаряда, от низкого сопротивления, от перегрева платы и так далее. Сверху у нас площадка под атомайзеры, 510-й стальной коннектор, подпружиненный латунный пин. Также здесь механическая блокировка кнопки. Переключается эта блокировка с таким значительным усилием. То есть сама по себе в сумке или в кармане она не переключится. Что касается проблемы с коннектором, то она и есть. К примеру, Петри у меня не шатается, накручивается до конца и сидит здесь вполне себе нормально. Но если мы возьмем дрипочку Кеннеди, то она здесь ходит. Хотя закрутил я ее до самого конца. Тем не менее, небольшой такой люфт имеется. Решить данную проблему можно подбором атомайзера. Подбираете то, что здесь более-менее нормально сидит. Снизу у нас газотворное отверстие и microUSB для подзарядки и перепрошивки устройства. Есть возможность зарядки аккумуляторов по microUSB плюс режим PASTRO. Во время зарядки мы можем парить. Также через microUSB разъем BoxMod можно прошить. Посмотрим, что у нас на лицевой стороне. Здесь у нас кнопочки плюс и минус. Также кнопка перехода в режим температурного контроля. Она же кнопка меню. С обратной же стороны мы видим вентиляционные отверстия. Надпись ELEV. I-Stick TC100W. И теперь поговорим о самом вкусном, а именно о кнопке. Реализация кнопки здесь новая. Вот сама кнопка. Такая система ранее использовалась в BoxMod X-Cube. По-моему, еще в каком-то. Сейчас у меня стоит блокировка. Суть здесь в том, что когда вы держите BoxMod в руке и сдавливаете, срабатывает кнопка. Также здесь внутри мы можем видеть отсек под аккумулятор 18650. Контактная группа у нас латунь. Нижний минусовый контакт подпружиненный. Здесь у нас два винтика для того, чтобы разобрать BoxMod. Крышка держится на магнитах. Два магнита на самой крышке и два магнита на самом BoxMod. Так BoxMod выглядит с полностью снятыми крышками. Возможно, работа BoxMod на одном аккумуляторе формата 18650. Когда у нас вставлено два аккумулятора, у нас будет параллельное соединение. То есть для сравнения в Cuboide последовательное. На одном аккумуляторе он не работает. Это, наверное, будет ключевой момент, так как не у всех есть огромное количество батареек. На одном аккумуляторе формата 18650 мне доступно 120 Вт. И, честно говоря, не знаю, этот баг это или нет. Но, тем не менее, доступны все 120 Вт. К сожалению, плату замерить мне нечем. По самому корпусу подведем итоги. Если у вас будет болтаться атомайзер, просто подберите. Найдите тот, который сюда отлично сядет. Проблема решится. Что касается microUSB снизу, это минус. Советую сделать какую-то самодельную подставку для подзарядки. Так как приходится мод класть на бок. Но это вообще неудобно ни разу. Однозначно минус. Также мне не понравились вот эти две крышки. Мне привычная система из предыдущей версии. Астика на 100 Вт. Или, например, из IPv4. Где у нас одна крышка и ленточка для извлечения аккумуляторов. Здесь нужно снимать каждый раз обе крышки. Что касается кнопки. Кнопка классная. Но нажимать нужно с усилием. Сдавливать бокс-мод. Периодически кажется, что кнопка закусывает. Ну, хотя это такая придирка. Скорее, это дело привычки. После, например, вот таких вот модов. С такими кнопками. Мне не понравились вот эти щели. Между крышкой и корпусом. Они здесь, к сожалению, есть. Касаемо краски. Если посмотреть, здесь уже она начинает облазить. Краска так себе. За покрытие тоже я поставлю минус. В целом, все проблемы данного бокс-мода можно решить. Можно все под себя здесь допилить. Также мне очень понравился внешний вид. Бокс-мод выглядит значительно дороже своей стоимости. Корпус мы разобрали. Далее мы перейдем непосредственно к самой плате. И уже затем поговорим о плюсах и минусах. Переходим к самому меню бокс-мода. Таким образом у нас выглядит экран. Здесь у нас заряд аккумулятора, сопротивление, вольтаж и мощность. Включается бокс-мод пятикратным нажатием. И точно так же выключается. Мощность у нас регулируется кнопками плюс и минус. Видим такой счетчик. Отчет времени затяжки. Так вот, просто чтобы вы знали, здесь стоит ограничение 10 секунд. То есть это отсечка. Максимальное время затяжки здесь составляет 10 секунд. Переключаются сами режимы. Кнопочка меню. Зажимаем ее и удерживаем. Это режим байпаса, режим мехмода, режим никеля, температурный контроль на никеле, на титане и на нержавейке. Также здесь есть прессы M1, M2 и M3. В режиме температурного контроля мы можем с вами зафиксировать сопротивление. Нажимаем кнопочку fire и кнопочку плюс. Мощность в режиме температурного контроля меняется. Зажимаем кнопку меню и кнопками плюс и минус регулируем, подстраиваем нужную мощность. Пройдемся по комбинациям. Зажимаем fire и кнопочку минус одновременно. Впадаем в стелс режим. Во время парения у нас на экране ничего отображаться не будет. Также обратно мы его выключаем. Кнопочками плюс и минус можно бокс мод заблокировать. Точнее заблокировать переключение мощности. Из выключенного состояния нажимаем кнопочки плюс и минус. И тем самым у нас переворачивается экран. Из выключенного состояния нажимаем кнопочку fire и кнопочку плюс. Впадаем в настройку пресетов. То есть вот эти самые пресеты. M1, M2, M3. Нажимаем кнопку fire и кнопку минус. И видим напряжение аккумулятора. Также из выключенного состояния 10 раз нажимаем на кнопку fire. Видим температуру платы. И если из выключенного состояния нажать кнопку fire 20 раз, мы увидим версию прошивки. Я уже прошился. Версия 1.10. Изначально версия была 1.0. Поэтому однозначно рекомендую перепрошиться. Почему? Объясню чуть позже. Процедура прошивки все та же. Подключаем по USB кабелю BoxMod к вашему компьютеру. Ссылку на прошивку я оставлю в описании. Скачиваем архив, в котором будет программа и две прошивки. Открываем программу, нажимаем update и прошиваемся. После перепрошивки, во-первых, BoxMod будет выдавать 120 Вт, а не 100 Вт, как из коробки. И второй момент. Это работа термоконтроля, температурного контроля на нержавейке. Сейчас я поставлю фотографию, как он работал на заводской прошивке. То есть тест на сжигание сухой ваты не проходил. Поэтому я обновился и провел этот тест еще раз. Также я поставлю фотографию, как ведет себя температурный контроль на этой прошивке. Поэтому однозначно прошиваемся. Прошивка хорошая. В дальнейшем, думаю, выйдут еще прошивки. Насколько я знаю, компания LEAF обещала прошивку на 150 Вт. Что касается никеля, титана. Тестировал эти металлы я на испарителях от iJUST 2. Проблем я никаких не выявил. Ну и быстренько пробежимся по плюсам и минусам. Первый плюс хотелось бы поставить за цену. В магазине SIGABY данный BoxMod стоит, по-моему, 29 или 30 долларов. Второе – это неплохое качество сборки. Третье – удобная кнопка. Четвертый плюс за возможность прошивки. Увидели мы, для чего это вообще нужно. Пятый плюс за температурный контроль, в том числе и на нержавейке. Плюс – пресеты. Можно парить на самых разнообразных проволоках. Следующий, шестой плюс – за постру. Возможность парить во время зарядки. Седьмой плюс – за приятный дизайн. Выглядит значительно дороже BoxMod. Ну и еще пару плюсиков за размер и вес. Еще один плюс – за то, что BoxMod у нас работает на одном аккумуляторе, в том числе. Из минусов – жалобы на коннектор. В новых партиях, я насколько знаю, эту проблему исправили. Минус – за расположение microUSB порта. Минус – за вот эти зазоры между крышкой и корпусом. И за покрытие. Какие по данному BoxMod я могу сделать выводы? Однозначно покупать. Самый дешевый мод, наверное, с такими характеристиками. Кубот, насколько я знаю, дороже. Если у вас стоит выбор, какой BoxMod взять, я не знаю, там, например, EVIC VTC Mini или I-Stick TC 100 Вт, однозначно берите этот. Также на одном аккумуляторе работает. Можно на двух. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Спасибо магазину Сигабай. Пишите комментарии. Делитесь впечатлениями о данном BoxMod. Пока-пока.